Всем привет! Готовить сегодня будем мясо. Рецепт секретиком, не совсем обычный, и мясо получится очень вкусное. Готовить можно из любого мяса, будь то курица, свинина или говядина. Я буду готовить из говядины. У меня вот такой небольшой кусочек, весом где-то 500-600 грамм. Мясо буду нарезать порционными кусочками. Режем примерно так же, как на гуляш. У меня, кстати, говядина. Готовить буду из лопатки. Сразу же порежу репчатый лук и сладкий болгарский перец. И, кстати, все продукты и их количество будут указаны в описании под видео. Загляните туда. Лук режем не мелко, достаточно крупным кубиком. Сладкий болгарский перец будем резать тоже не мелко. Можно взять перец нескольких цветов. Я взяла сегодня красный. Ну, тот, который был в наличии. Вот такие вот получаются кусочки, достаточно крупные. В сковороде очень хорошо разогреваем растительное масло и будем обжаривать мясо до румяной корочки. Нам нужно, чтобы мясо запечаталось и все соки остались внутри. Нужно, чтобы мясо жарилось, а не тушилось. Очень быстро обжаривается мясо. Посмотрите, если вы сковороду хорошо разогреете, то оно очень-очень быстро запечатывается. Теперь переворачиваем и с другой стороны тоже добиваемся такого же результата. И самое главное еще обжаривать небольшими порциями. Иначе мясо даст сок и будет тушиться, если положить его много на сковороду. Когда мясо обжарилось до румяной корочки, снимаем его со сковороды, на тарелочку перекладываем. Далее в то же масло отправляем лук и будем его обжаривать. Когда лук подрумянится и закарамелизуется, отправляем обратно мясо на сковороду. Вот так. И все хорошенечко перемешиваем. Теперь маленький секретик. Заливать мясо мы будем не водой, а достаточно крепким чаем. Черным чаем. Отправляем чай на сковороду, заливая мясо. Вот так, чтобы чай покрывал мясо примерно наполовину. Вот этого будет достаточно. И доводим до кипения. Когда закипит, можно добавить овощи. Я буду добавлять сладкий болгарский перец. По желанию, можно добавить морковь. Отправляем на сковороду перец. И я еще добавляю чернослив. Чернослив я хорошо промыла. Отправляем на сковороду. Все это хорошенечко перемешиваем. Вот так. Смотрите, какая уже красота. Блюдо яркое. Если добавить перец разных цветов, то будет вообще контрастно. Супер. Теперь накрываем сковороду крышкой. Убавляем огонь и будем тушить примерно в 40 минут. Полчаса уже готовится мое блюдо. И за 10 минут до готовности открываем крышку. Гляньте, какая красота. Теперь самое время добавить соль по вкусу. Вот так. Добавляйте все по своему вкусу. Далее из специй я добавляю кориандр свежемолотый. Очень мне нравится эта специя. Я думаю, что вы заметили. И буду добавлять смесь перцев. Вот так. Теперь самое время все перемешать. Такая вот красота. Гарнир может быть любой, либо вообще без гарнира. Все перемешиваем. Снова накрываем крышкой. И будем тушить еще 10 минут. В самом конце. Огонь, кстати, уже можно выключить. Открываем крышку. Пропускаю сюда через пресс чеснок. У меня сегодня один зубчик. Можно по вкусу. Можно чеснок также и порубить ножом. И добавляю зелень. Вот так. Посыпаю рубленной зеленью. Той, которая у вас есть. Все хорошо перемешиваю. Снова накрою сковороду крышкой. И дам настояться минут 10. Такая вот красотища. Ну что, самое время посмотреть, что у нас получилось. И снять пробу, конечно же. Вот такое вот аппетитное блюдо. Посмотрите, какой цвет приобрело мясо. Ой, а аромат-то какой. Перчик, конечно же. Все, будем пробовать. Смотрите, какая в итоге получается красота. Благодаря чаю мясо приобретает очень красивый, интересный оттенок. По вкусу оно очень интересное. Знаете, такое, мне даже сложно передать этот вкус. Обязательно приготовьте это блюдо. Вы просто обязаны его приготовить. Потому что это действительно очень-очень вкусно. Готовится элементарно просто. Я вам всем желаю приятного аппетита. Отличного настроения. Ставьте лайк, если понравилось. И пока. Ну а мы будем кушать. Это вкуснятина. Это вкуснятина. Пweet, вкуснятина. И в комментариях Sailor. Все.